Во все времена царствования Вен-Дина, в 1194-1191 годах, Джоу увеличила свои силы за счет покорения нескольких племен. На северо-западе были захвачены Ян-Дзинь и другие племена, а многие мелкие сами подчинились племени Джоу. В период, когда царствовали последние иньские цари Ди-И, 1191-1154 годы, и Шоу-Ди-Синь, 1154-1122 годы, племя Джоу значительно расширило свои владения. Под его руководством для борьбы с иньским государством объединились несколько племен. Шоу-Синь, в свою очередь, призвал объединиться племена, подчиненные ему, а также подвластных царю областных правителей и военачальников — Хоу-Бо. При Муэ обе враждующие армии встретились в решающем сражении. Иньские воины в нем потерпели поражение и, бросив оружие, сдались на милость врагу. Вождь Джоу-Уван одержал полную победу. Шоу-Синь покончил счеты с жизнью. Он был последним царем династии Шан. Так, собственно, и было уничтожено царство Шан. Ему на смену явилось государство племени Джоу, по имени которого был назван следующий большой период в древней истории Китая, который определяется рамками двенадцатого — третьего веков до нашей эры. Глава вторая. Китай в период западного Джоу. В конце второго тысячелетия до нашей эры на смену цивилизации периода Шан, Инь, приходит цивилизация периода Джоу. В Китае, как в большинстве стран древнего мира, не существовало единой системы лет исчислений. В основном даты обозначались по годам правления верховного правителя. В связи с этим при изучении истории древнего Китая указанного периода имеются значительные трудности в установлении хронологической последовательности. Начиная только с конца четвертого века до нашей эры, в древнем Китае появляется относительно достоверная хронология исторических событий. По установившейся традиции китаеведы проводят периодизацию древнекитайской истории по временам правления династий. Итак, например, эпоха Джоу, следовавшая за временем правления Ся и Шань, Инь, подразделяется на западное Джоу XII-VIII века до нашей эры и восточное Джоу VIII-III века до нашей эры. Правители джоусского государства носили родовую фамилию Цзи. Родоначальником джоусцев был Хоудзи. Этот род был большой. За весь период правления многие представители этой династии оставили значительный след в истории Китая. Так Хоудзи почитался как бог земледелия, потому что в его период правления начали сеять проса и пшеницу. Правление джоусской династии началось с Гу-Гуна, которого считали великим преобразователем. При нем наметились контуры будущего джоусского государства. Вэнь-Ван, У-Ван, Цзи-Ли и Чан были талантливыми правителями и полководцами. Периоды их правления — это периоды борьбы с государством Шан, господство которого было сокрушено, а само оно уничтожено. Родовой территорией джоу был уезд Чань-Ань, который тогда назывался Цзун-Чжоу. Города Хоудзин и Дунду являлись центрами западного джоу. Под властью этого государственного образования находились обширные территории. От провинции Гань-Су на северо-западе и Сычуани на юго-западе до Желтого моря на востоке, от провинции Шэн-Си на севере до реки Ян-Зы на юге, западное джоу было самым передовым государством на территории Китая в тот период. По уровню экономического, политического и социально-культурного развития ему не было равно. Многие жители соседних государств бежали в джоу в поисках лучшей жизни. Их привлекала справедливая политика джоуских правителей и более передовые порядки, существующие во всех областях жизни западного джоу. Для изучения истории Древнего Китая данного периода имеется достаточное количество письменных источников, дошедших до нашего времени. Важными и значительными являются Шуцзин, книга документов, свод речей правителей и приближенных и эпический памятник Шуцзин, книга песен, свод песен. Особую ценность представляет древнекитайская летопись Чун Цю, освещающая события VIII-V веков до н.э. Государственный строй При первых правителях джоусское государство представляло собой небольшое племенное образование с примитивной организацией. Постепенно с расширением границ государства совершенствовалась система его управления. При правителе Гу-Гуни Дань-Фу вокруг городов стали возводиться городские крепостные стены, строятся дома, была введена новая территориальная единица для расселения людей и поселения, отдавшихся под власть джоу. Были преобразованы старые обычаи племен, создана новая система управления, введены чины, применена совместная обработка земли. Таким образом были заложены основы сильного джоусского государства. Приемники Гу-Гуна Вэнь-Ван и У-Ван продолжили его дело. Джоус усилилась до такой степени, что уничтожила великое государство Шан-Инь. Последующие правители, опираясь на ранее существовавшую систему джоусского государства, переняв многие передовые формы управления государством Шан-Инь, выработали свою систему правления. Благодаря введению прогрессивной для того времени системы землепользования, умелому сочетанию различных форм хозяйствования, соблюдению режима экономии, проведению разумной внешней и внутренней политики, джоусское царство из небольшого превратилось в огромное мощное государство. В трактате Шан-Шу помещены слова Джоу-Гуна, который, наставляя Кан-Шу, сказал, почему Вэнь-Ван смог положить начало великим деяниям. А потому что Вэнь-Ван проводил политику соблюдения запретов и заботы о благосостоянии народа, которая заключалась в том, что он, познав добродетель, применял наказание лишь в необходимых случаях и не позволял обижать одиноких вдовцов и вдов. В Цзо-Чжуане приводятся слова Конфуция о трех принципах сбора даров и податей, которые были установлены джоу-Гуном. Милости должны быть отпускаемы щедрой рукой, использовать труд народа должно равномерно, налоги должны быть легкими. Правителями Джоу были введены запреты на употребление вина и на охоту, джоустцев, которых уличали в употреблении вина, хватали и отсылали в столицу Джоу, где сами правители предавали их казни. Были введены порядки, по которым представители одного рода не могли вступать в брак между собой. Члены одной родовой фамилии, хотя они и находились в разных владениях и княжествах, считались братьями. Носители же других родовых фамилий считались племянниками и дядями. Между ними существовало кровное родство, и благодаря этому росло взаимное сближение между родами. Среди простого люда в результате браков между представителями разных фамилий устанавливались родственные связи такого же порядка. Таким образом, вся организация джоуского общества была основана на родовых и брачных связях. Принимались законы, в которых всем членам общества вменялось в обязанность почитать своих родителей и братьев. Нарушители подвергались суровому наказанию вплоть до смертной казни. В целях обеспечения зажиточной жизни народа была упорядочена система взимания налогов и податей. Подати взимались как в виде налога, который поступал с общественных казенных земель, совместно обрабатываемых простым народом. Он составлял одну третью часть урожая. Так и в виде подношений, которые аристократы и наместники делали правителем, являясь к ним на аудиенцию. Джоуская династия определила пять высших титулов для знати — гун, хоу, боу, цзь, нань и пять родов владений — хоу, дань, нянь и вэй, которые считались внешними, и сай, считавшиеся внутренними. Те, кому жаловались внешние владения, были официальными правителями княжеств, а те, кому было пожаловано внутренние владения, являлись высшими сановниками. Титул определял место, занимаемое на общественной лестнице, а разряд владения определял количество и долю податей и подношений к правителю. Представители администрации, знать, все, кто получал титул и владения, обязаны были в установленные сроки являться ко двору правителя с подношениями. Был разработан специальный церемониал, который проходил в торжественной обстановке с вручением подарков и грамот. Неправильное соблюдение этикета при поднесении даров означало неуважение и оскорбление династии, и было равнозначно отказу от подношения даров. К Джоусскому царю, как главе и родоначальнику Поднебесной, стекались все подношения вассальных правителей в виде драгоценных камней, шелковых тканей, звериных шкур, изделий ремесленного производства. Джоусское царство по размерам было обширным. Чтобы им управлять, территория была поделена на княжества, которые жаловались представителям знати. Как такового централизованного государственного аппарата создано не было. Различные области представляли собой по существу отдельные княжества. В то же время для поддержания стабильности, устойчивости и мира при Джоу между правителями княжеств были запрещены захватнические войны. В трактатах Шан-Шу говорится «Будешь мягок с дальними, сможешь жить в мире с ближними. Стремись способствовать установлению спокойствия между большими и малыми княжествами». Для укрепления целостности джоусского государства и предотвращения нападений кочевых племен цари создали вдоль границ опорные пункты. В этих местах земельные пожалования получали только крупнейшие аристократы джоусской династии. В этом проявлялась мудрая политическая дальновидность правителей Джоу. Особое внимание было уделено уголовному законодательству. Воровство, преднамеренное убийство жестоко наказывались. В эпоху западного Джоу насчитывалось три тысячи различных преступлений, которые соответствующим образом наказывались. Наказания подразделялись на пять видов. Моссин — клеймо «тушью» на лице за тысячу различного рода провинностей. Исин — отрезание носа также за тысячу различных провинностей. Фэйсин — отрезание ног за пятьсот провинностей. Гунсин — кастрирование для мужчин и превращение в рабынь-затворниц женщин за триста провинностей. И Даписин — отрубание головы за двести провинностей. Вместе с тем жена и дети человека, совершившего преступление, не привлекались к ответственности за исключением рабов. В книге документов Шудзин говорится, если ты украл у кого-либо лошадь или быка, переманил слугу-раба или рабыню, его жену, то должен нести за это наказание. В западном Джоу сохранились многие старые обычаи, среди них жертвоприношение и поклонение предкам. Эти обряды совершались под руководством жрецов и гадателей, которые играли видную роль в жизни джоузского общества. Среди них существовала своеобразная иерархия. Самым главным был верховный жрец, в обязанности которого входило выполнение религиозных обрядов, связанных с поддержанием культа предков джоузских царей и принесением им жертв. Однако в эпоху Джоу при похоронах знати человеческие жертвы были отменены, с умершими уже хоронили соломенные чучела и в жертву приносили незначительное количество животных. В целом джоузское государственное объединение было рабовладельческим государством и имело свой аппарат управления, свое чиновничество, свои уголовные законы, тюрьмы, войска, свои религиозные представления, свою идеологию. В истории развития китайского общества эпоха западного джоу по значению является важным историческим периодом. Земельная собственность и землевладение рабовладельческой знати На начальном этапе развития джоузского государства производственным отношениям были присущие пережитки родоплеменного строя. В одних племенных объединениях земли принадлежали вождю, который наделял мужчин племени землей, и они ее обрабатывали, податей не платили, а только лишь несли трудовую повинность. В других вождь племени, как основной владелец земли, наделял членов своего племени землей по количеству едоков в семье. Тот, кто получал землю в пользование для обработки, назывался тянь-дин. Полученный участок земли не разрешалось закладывать или продавать. Об этом свидетельствуют письменные источники книги «Жунджай Сиби» и «Гуй Хай Юй Хэнджи». В последующие периоды эпохи джоу произошли существенные изменения в системе землевладения и землепользования. Главная ее особенность заключалась в том, что на нее оказало влияние сочетание родового устройства западного джоу с его рабовладельческой системой и зарождающимися новыми феодальными производственными отношениями. Эта система землевладения и землепользования была тесно связана с социальной дифференциацией, которая была закреплена в системе социальных рангов. Структура общественного деления выглядела следующим образом. В высшую первую группу входили правители Ваны. Вторая группа состояла из представителей высшей аристократии Джухоу, правителей наследственных владений. Третья группа включала глав родоплеменных групп Цзу, которые составляли население наследственного владения Джухоу. Четвертая группа — это главы больших семей, входившие в состав того или иного джу-ши. Самой многочисленной была пятая группа, простолюдины — шу-жень. Наряду с этим словом употребляли слова чжун-жень, чжун. Чжжоуские правители, Ваны, называли себя старшими сыновьями неба. Считалось, что небо вручило Вану земли и подданных, и поэтому он вправе властвовать над ними. Старший сын неба считался родоначальником Поднебесной, а все остальные правители, которые принадлежали к той же родовой фамилии, оказывали ему высшие почести. Верховным собственником в джоусском государстве был Ван. Ему принадлежали все земли. Он жаловал Джухоу право наследственного владения частью своих земель. Джухоу признавали право Дафу на владение частью принадлежавшей им территории. Дафу сами не обрабатывали землю, а передавали ее во владение ши. В конечном итоге земля обрабатывалась простолюдинами. Такой была иерархическая система землевладения. Рабы стояли вне иерархии социальных групп. Пожалование земель знати началось после завоевания царства Шан, Индского царства. После распределения земля и подданные номинально считались принадлежащими Вану. Фактически тот, кто ее получал, имел право распоряжаться и землей, и подданными, как своей собственностью. С появлением системы земельных пожалований появляется тенденция к превращению таких земельных владений в частную собственность, а всей родовой аристократии в крупных и мелких собственников земли. Сельская община Система общинного землепользования, сложившаяся во времена царства Шан, Инд, продолжала существовать в эпоху западного Джоу и играть существенную роль. После завоевания шанского государства джоуские правители сохранили систему совместной обработки земли. Так как, с одной стороны, они видели заинтересованность свободного общинника в подъеме производства, что является важным условием роста производительных сил, а с другой стороны, смягчали внутренние противоречия, которые оказывали влияние на стабильное положение государства, общинники получали землю, которая называлась сытянь, частновладельческой землей в пользование. Но они не получали права собственности на землю, ее нельзя было ни продать, ни купить. Земля передавалась по наследству старшему сыну, но лишь тогда, когда отец состарится или умрет, а старший сын станет главой дома. По системе джоусского землепользования правом наследования в роду обладал старший сын от первой жены, который назывался Сызун Цзи. Получалось, что общинники из поколения в поколение всей семьей были привязаны к участкам земли, так как не имели других средств существования. Древний китайский писатель Мэн Цзи в своих трактатах сообщает о том, что джоусские правители разбили землю на отдельные пашни, то есть провели размежевание земли. Была внедрена так называемая система колодезных полей, цизин-тянь, общинного землепользования. Земли были поделены на участки, колодцы, цизин, квадратные ли, меры длины, которые равнялись девятистам му. Одно му в ширину равнялось одному шагу, а в длину — ста пятидесяти шагов. Сто шагов в длину и ширину составляет сто му. В девятьсот му входило центральное казенное поле в сто му, а остальные восемь полей по сто му, каждая, были расположены вокруг казенного и передавались в пользование восьми семьям. Колодезные поля, цизин-тянь, были казенными землями, которые передавались в пользование для обработки в качестве жалования. Это составляло основу государственной собственности на землю. Поделенные на квадраты, земли передавались казной Джухоу и Бугуань чиновникам, которые отдавали их для обработки земледельцам. Такая система землепользования имела следующее назначение. Во-первых, для Джухоу и Бугуань она представляла собой определенную единицу для выплаты жалования. Во-вторых, для лиц, непосредственно занимавшихся обработкой полей, она представляла собой единицу учета труда и их усердия. А критерием для обеих этих целей служила строго определенная площадь колодезных полей. По системе Цзин-Тянь в Древнем Китае имелась совершенная для того времени система орошения, состоящая из различных рвов, канав, протоков, арыков и тому подобное. Помимо государственных квадратных полей имелась еще целина, являвшаяся частными полями. Если казенные общественные поля Гун-Тянь имели определенную форму и размеры, то частные были разнообразной формы, какую только позволяла местность. Казенные земли обрабатывались в первую очередь. Частные поля являлись частной собственностью и были объектом купли-продажи. Во времена Джоу общинники-земледельцы должны были не только обрабатывать казенные земли, но и нести военную повестность. Во время войны они должны были строить валы и рвы, вооружаться в доспехе. Устроенные сельские общины в основном были следующим образом. Пять семейств объединялись в соседскую общину — Линь. Пять таких общин составляли деревню — Ли. Четыре таких деревни представляли клан — Цзу. Пять Цзу образовывали группу — Дан. Пять Дан составляли округ — Джоу. Пять Джоу объединялись в Сан-Саны. Состояли из двенадцати тысяч пятисот дворов. Во главе каждой такой административной единицы стояли управители. Рабство В период западного Джоу рабы составляли довольно многочисленный слой общества. Первоначально иероглиф «минь» значил «раб», позже для обозначения стали употреблять слова «лиминь», «цнь ли», «мяуминь», «ваньминь». В рабовладельческом обществе рабы рассматривались как вид имущества и не считались людьми. Соответственно, было и их положение в обществе. Это полное бесправие. Труд рабов использовали широко. Они обрабатывали землю, были заняты в ремесленном производстве, торговле, скотоводстве, в качестве слуг в семье, во дворцах царя и рабовладельческой аристократии, на строительстве оразительных каналов. Результатом суровой жизни была очень высокая смертность рабов. Поэтому возникала необходимость их постоянного пополнения. Источниками рабства были войны и захват военно-пленных, а также порабощение с помощью уголовных законов. По существующим жестким уголовным законам преступники и их жены и дети становились рабами. Кроме того, рабская принадлежность передавалась по наследству. Дети и внуки рабов были рабами. Среди рабов были различные прослойки. Это старшие над сельскохозяйственными рабами, над рабами-пастухами и тому подобное. В эпоху Чжоу рабам разрешалось иметь семьи и хранить их в могилах знатных людей. Части иньских рабов-воинов, джоуские правители в знак благодарности за то, что своим восстанием они способствовали уничтожению династии Шан-инь и ее покорению Джоу, позволили жить сравнительно-свободно. Им дали возможность обрабатывать землю, которой они первоначально владели, взимая с них арендную плату и заставляя их отбывать трудовую повинность. Вместе с тем, этих рабов государство имело право казнить, дарить или отбирать. Западная Джоу в борьбе за господство Период становления государства западного Джоу проходил в нелегких условиях, как внешних, так и внутренних. Джоусским правителям приходилось вести постоянную борьбу с покоренными народами царства Шан-инь и частью джоусской рабовладельческой аристократии за сохранение целостности державы. За этот период, с момента разгрома Шанского царства и до правления Сюань-вана, в западном Джоу правили двенадцать ванов. После разгрома царства Шан, джоусский правитель Уван пожаловал сыну убитого шанского царя Джоусиня Угену титул Джухоу, а шанские земли разделил между своими тремя братьями, чтобы они наблюдали за Угеном. Через два года после захвата Шанского царства Уван заболел и умер. В джоусском государстве начались внутренние раздоры, связанные с борьбой за власть. Этим воспользовался Уген и начал войну против Джоу с целью вернуть себе былое господство и величие. Для этого он объединился с племенами Сюй-и и Хуай-и и рядом царств, находившимися ранее в зависимости от Шан. Однако восстание было подавлено, Уген был убит, а семнадцать мелких царств, выступивших на стороне Угена, были уничтожены. Шанская знать оказалась в плену и была прозвана Сянь, подаренными людьми. А так как представители шанской знати не желали подчиняться власти Джоу, то их назвали еще инь-вань, упрямцами или иньскими упрямцами. Для предотвращения последующих мятежей Джоу-гун переселил упрямцев из шанских земель, для них были специально построены города, один был назван Чэн-джоу, другой Ван-чэн. В трактатах Шан-шу Джоу-гун, выразумляя инь-вань, говорил, — Вы подверглись справедливому наказанию небес. В сущности, вас следовало бы убить, я же сохраняю вам жизнь, и вы в благодарность за это должны стать послушными мне. Вы теперь получили жилище и землю и можете спокойно существовать. Если же вы опять начнете бунтовать, значит, вам недорога собственная жизнь.